Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас очередная дегустация. Будем мы пробовать смесь Нетуран и Ландунар, урожая 2022 года. Пару слов для тех, кто не знает, что за сорт такой Нетуран. Дело в том, что на территории Республики Беларусь ходят, скажем так, два Турана. Один это истинный Туран Агрия с темноокрашенным соком. Второй ходил под этим именем, под именем Туран. Много где распространился, но у него сок белый. И поэтому Тураном он быть никак не может. Поскольку пока что не удалось определить, кто же это, назвали его Нетуран. Он имеет ранние сроки созревания и достаточно хорошее сахарное накопление. Обычно в начале сентября мы его уже снимаем. И вот в сезоне 2022 года я его смешала с Ландунар как раз таки, потому что они созрели вместе. И как раз их количество хотело на то, чтобы сделать вино отдельным. Потому что, конечно, по возможности я стараюсь, ну, хотя бы попробовать какие-то сорта отдельно, либо в малых смесях, чтобы понимать, как они развиваются. Дегустацию, кстати, этого вина я показывала еще в совсем молодом возрасте, осенью. Ссылочку под видео я вам оставлю. Значит, сейчас первое что, это очень насыщенный цвет. Прям вот он такой темный-темный. Ну, почти фиолетовый в бокале не просвечивается. Это надо светить фонариком, потому что он очень плотный цвет. Почему? Это Ландунуар. Ландунуар как раз таки имеет окрашенный сок. И вот он дает вот эту краску. Вот он такой. Очень темный. Ну, конечно, камера не передает все. Даже, я бы сказала, с фиолетовыми оттенками. Ну, это Ландунуар дает вот этот цвет. Запах. Запах черных ягод. В принципе, он даже сразу чувствуется. Ну, чуть взболтали бокал. Этот аромат становится сильнее. Надеюсь, вам камера показывает. Вот, обалденные ноги. Тут они все-таки. Очень красивые, очень плотные. Вкус черника. Но чернику дает Ландунуар. И такие очень интересные танины. Даже, мне кажется, что в молодом возрасте, когда осенью дегустировала, танины были чуть помягче. А сейчас они так серьезно чувствуются. Но я вообще противник танинах вине. Я не люблю и не понимаю вот эти вина. Когда-то они мне нравились. Но те вина, которые такие вот сухие-сухие, которые прямо стягивают весь рот, которые ощущение, что ты наелся или зеленой хурмы, или пополоскал рот отваром дубовой коры, мне это не нравится. И уже много раз рассказывала, что как-то мы покупали Мальбег из Каора. Да, там был тоже приятный черничный аромат, вкус. Но танины были такие, что... Ну, вот ощущение, что дубовой корой рот пополоскал. Ну, если мне захочется вот такого, да, я, простите, пойду возьму дубовую кору и пополощу ей рот. Поэтому я не люблю танины. То есть, да, хорошо, когда танины не чувствуются, но они должны быть мягкие, они должны быть приятные. Так вот здесь как раз-таки ощущение вяжущего вкуса, оно есть, оно чувствуется. То, что танины присутствуют, да, но вот дубовой коры, или незрелой хурмы, когда у тебя вот так вот все стягивает, и думаешь, а где моя слюна, и почему у меня так сухо во рту, а вот этого нету. То есть вот танины мягкие и приятные. Я бы сказала, что вино бархатистое, и, как мне кажется, что кислоты здесь как-то вообще нету. Оно не плоское, кстати. Оно приятное. И как-то я вам рассказывала, что кислотность это вообще то, что вызывает выделение слюны. Оно есть, да, все это есть. Ну, то есть легкая кислотность, она есть. Да, вино такое вот прям, прям бархатное. Но кислоты нет совсем. И в принципе, в принципе, я даже думаю, что можно сюда подмешивать к ним какой-нибудь еще сорт с кислотой. Тут тот же макузани. Может получиться очень интересное сочетание, особенно если оставлять на длительную выдержку. Если пить молодыми, то вот, ну, такое очень хорошее сочетание, потому что вино мягкое, все. Вот его осталось чуть-чуть. Я не показывала, как я наливаю из бутылки, потому что в бутылке оно вообще не разливалось. И здесь стоит такая баночка с притертой крышкой. Вот все, последняя баночка. Уже оно, в общем-то, разошлось. И хранить и пробовать его в динамике, я думаю, что это задача следующих сезонов, потому что пока что количество небольшое. И вот это то, что точно можно пить в молодом возрасте, то, что дает приятный вкус на ароматы. В молодом возрасте то, что, опять же, не требует каких-то корректировок, не требует длительных выдержек. Для того, чтобы вино стало мягким, приятным, в то же время потенциал к выдержке здесь есть. Даже интересно услышала такую гипотезу. Ну, честно говоря, не знаю, больше нигде ее не встречала. Не подтверждала, что если вино вот такое вот очень красящее, то ему еще надо время, чтобы вот там тоже все эти красители улеглись. Ну, если есть такая возможность, там можно оставить на время. Ну, в общем-то, можно выпить и сейчас. И не повторю, что вот последняя бутылочка остается. Дольше мы держать не будем. Легкая, приятная, питкая, бархатистое вино. С тонким ягодным ароматом. С приятными, мягкими танинами. И оба этих сорта, и нет уран, и лондонуара, имеют ранние сроки созревания. Даже вот в 22-м году, в таком плохом сезоне, я сейчас точно, конечно, не вспомню, когда мы их сняли. Но мне кажется, что это было где-то начало с сентября. То есть к этому времени у них уже и фенольная зрелость, и все достигается. Что очень хорошо для северного виноделия, потому что мы успеваем. Мы успеваем до дождей. Мы, в принципе, всегда успеваем убрать урожай. Нам не надо ждать октября, еще чего-то, когда уже никакие процессы особо не происходят. Виноградной ягоди она уже мало чего успевает набирать. Ну и в принципе, да, тоже повторю, что кого-то там более кислотного сюда смело можно добавлять, потому что все это будет гармонизироваться. Пока оно не плоское, здесь всего хватает. Тем не менее, опять же, я не боюсь кисловатых вин. И посмотрим, может, в следующем сезоне вот в эту смесь еще попробуем добавить тот же мукузани и посмотреть, как все это себя проявит. Ну, а на сегодня такая замечательный дуэт, дающий хорошие, приятные питки и вина. И как раз-таки вот кто любит танины, но танины мягкие и приятные, это очень хороший вариант. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще. Ссылка на первую дегустацию, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok